Девочки, мальчики, всем большой привет, большое спасибо, что вы зашли на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина и сегодня у меня наконец-то будут мои пустые баночки. Это пустые баночки у меня получается за март и за апрель. Если вам нравится такого рода видео, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Я сегодня в таком немножко совершенно опять новом для себя образе. Я просто убрала челку и, ну, наверное, девочки, у которых есть челка, вы меня сейчас понимаете, то, что ты иногда от нее так устаешь, что тебе хочется как-то поменять свое, так скажем, свой внешний вид. Девочки, я хотела спросить ваше мнение. Напишите, как мне лучше, с челкой быть или нет, потому что опять наступила весна, и мне опять как-то хочется перемен. Если возвращаться к пустым баночкам, хочу сказать то, что напаситесь терпения, напаситесь, возьмите кружечку чая, желательно кружечку чая, чтобы не выпить ничего такого и скушать ничего такого вредного. Я себе тоже, кстати, налила огромную кружку чая, потому что болтать я буду много, рассказывать я буду долго. Так что запасаемся терпением и временем и начнем. Начну я, наверное, с коробочек, и потихонечку буду просто передвигаться, ну, не выбирать, а буду просто показывать, что мне попадается в руки. Первое, что у меня закончилось, и, по-моему, у меня даже тут не одна, у меня закончилось. Я не успела просто снять, или, скорее всего, я сниму это видео, о очень бюджетных покупках, которые я совершаю, которые мне очень сильно нравятся. В числе их были вот такие вот мои любимые глины. Я в миллион раз говорю о том, что я очень сильно люблю глину, в частности, голубую глину, и периодически я просто покупаю себе пару упаковок и делаю себе полностью релаксирующее, обмазываю себя всей глиной от кончиков волос до кончиков практически пальчиков ног, кайфую и очищаю свою кожу, и витаминизирую именно минералами от глины. Очень сильно люблю, и очень сильно это бюджетно. Следующая коробочка, которая у меня закончилась, это Орхия. Я вам показывала уже эти масочки в своих покупках. Я говорила, что за 5 масок я отдала больше 1000 рублей. Тут их 5 штук, и хочу сказать, что по истечению использования данных масочек я пришла к выводу, что эти маски, они просто увлажняют. И все, вот вы ее нанесли, да, кожа классная, она увлажненная, то есть это такой, знаете, это временный эффект. Я почему-то думала, что если пройти вот курсом 5 масок корейских, как много я читала, не то чтобы много, но пару отзывов читала, то что вот это соус-маска, которая вот прям приводит вашу кожу в порядок. Тогда, если вы хотите вам на какое-то мероприятие, и у вас кожа очень сильно обезвожена, или как у меня был случай о том, что я сходила на чистку лица, и у меня просто все пухло, и кожа была очень сильно чувствительная, и нужно было увлажнить, потому что все было стянуто, она хорошо проработала. Она имеет улиточный секрет сказать, что как-то у меня что-то как-то преобразилось в кожу, честно сказать, я не заметила. Но вот как увлажняющее средство, да, мне понравилось. И я сейчас на перепутье, буду ли я себе покупать еще такую упаковку или не буду, я в общем не знаю. Так что пока у меня такое прям двоякое мнение о ней. И следующая маска, которая меня реально впечатлила, и я была реально удивлена по большому счету, и я это поняла только потом, после того, когда я ее нанесла, и прошло пару дней, я поняла, что это маска с улиточной сли, с секретом тоже от фирмы Skinlight. Верхнюю штучку я оторвала, благополучно выбросила. В общем, это не просто маска, это 3D маска. Она, сейчас я вам даже покажу, она выглядит... Да-да-да, ее осталось только еще распаковать. Ой, я чуть-чуть надорвала. В общем, она выглядит вот так вот, видите, то есть полностью она обволакивает подбородок, и это очень классно. Полностью для носика все есть. То есть такая вот масочка, которая обволакивает полностью ваше лицо. В принципе, это вообще очень здорово, то есть она полностью идет по лицу, и подбородок, и возле ушек. То есть все-все-все полностью витаминизируется данной маской. Маски от фирмы Орхи, они очень маленькие, они прям вот, они идут вот так вот, я хочу вам сказать. То есть как бы вот буквально определенное такое большое участок кожи, оно лица, оно просто не захватывает. Может быть, у меня лицо такое большое, я не знаю. Эта маска мне была абсолютно как раз, и я осталась в восторге от этой масочки. Она стоила что-то в пределах, по-моему, 98 рублей, я покупала либо, ну, в пределах 100 рублей, могу сказать. И она очень хорошо проработала, прыщички по стакне она замечательно осветлила. Мне понравилось. От одного использования я осталась в восторге. У меня не было ничего плохого от нее. В общем, я осталась довольна. Сейчас в размышлениях, буду ли я покупать ее полным курсом. Неплохая масочка. Если вы ищете какую-то масочку за, так скажем, недорогую стоимость, с улиточным секретом, обязательно присмотритесь вот к этой вот марке Skinlight. Я знаю то, что они двух видов. У меня она идет мультистеп какая-то. Называется она вот так вот. Она мне понравилась. Есть еще какая-то у них. Это мультишаговая программа внутриклеточного восстановления. А есть еще с лифтинг эффектом. Мне понравилась. Я осталась в восторге от этой масочки. Могу смело вам рекомендовать. Следующее, что у меня закончилось, у меня даже вот сейчас чуть-чуть осталось в этой маске секрета. И прям такие ручки скользкие. После этой маски, кстати, вот после вот этой вот маски не остается никакой липкости. Она проходит моментально. А от маски Orchia достаточно долго. Еще липкость на лице, которую прям, ну, как бы вбивать нужно ждать. То есть, как бы какое-то время должно пройти. Следующее, что я хочу показать, что у меня закончилось. Это две упаковки восковых полосок Vax Strips. Одни, в общем, у нас идут охлаждающие, а другие без охлаждения обычные. Могу сказать только одно. Но они работают круто на очень хорошо подросших волосах. Оно сработает на зону бикини и подмышечной впадины. Данные полоски достаточно плохо прорабатывают. Больше боли. То есть, получается, когда вы наклеите восковую полоску, примерно, на подмышечную впадину, боль, ощущение того, что вот вы дергаете, есть. А удаление волос, оно прям минимальное. Там штучки 3-4 максимум удаляется. Не знаю. Единственное, почему я их постоянно беру, потому что цена, которая на них заявлена, в 200 рублей. И то, что у нас, кроме вот этих вот, и вид больше никакие. Вот эти вот полоски вид и флоресан. Флоресан мне не идет в вид. Я тоже с ним не могу дружиться. Единственное, приходится вот этими полосковыми полосками пользоваться. Но они у меня восторга не вызывают. Следующее, что я хочу показать, что у меня закончилось. Давайте гель для душа, который закончился у моего супруга первый. Это у нас Ивраше идет Копс Ветивер. Да, гель для душа, освежающий с ароматом ветивера. Мне очень нравится. Даже я им пользовалась. Не сушит кожу, замечательно пахнет. И мне очень нравилось, когда у меня выходил супруг из ванной комнаты. Я просто подходила к нему, у него кожа пахла очень приятным вот этим гелем для душа. Я ему обязательно его повторю. Он такой, знаете, весь уже замызганный, замыленный. Потому что он у нас, он очень долго стоял. Потому что как-то, ну у меня вот так вот супруг моется. У него всегда очень, какие-то продукты остаются иногда долго. Следующий гель для душа это от Лапетит Марсельес. Это идет Кедр и Минералы. Неплохой, хочу сказать, запах. Неплохо пенилось. Такой, я не знаю, я его не могу сказать, что он действительно какой-то хвойный. Неплохой гель для душа. Гель-шампунь даже для мужчин. Но у меня муж им пользовался именно как гелем для душа. Неплохой, могу сказать, что как бы больше ничего сказать не могу. Муж сказал, неплохой гель для душа, можно пользоваться. Следующее, что у меня закончилось, это просто мое любимое мыло для рук. Это Детол. У нас я просто полностью всегда вымываю. Это у меня идет антибактериальное, с экстрактом гранаты и малины. К сожалению, я очень редко его встречаю сейчас на рынке. Чаще всего с персиком, вот с малиной и гранатом. Мне очень сильно нравится, как он пахнет, как он размыливается. Это единственное мыло, наверное, которое мне не сушит кожу рук. Все остальные в большей степени не подсушивают кожу рук. Единственный вот косяк у данного, ну, извините, единственный минус у этого мыла заключается в том, что вот эта вот трубочка, которая идет, она не до конца. И когда мыло остается примерно где-то вот так, вот его уже нужно просто открывать и лить мыло на руки. А в принципе, помпа, как она выдает, сколько продуктов, мне очень сильно нравится, нравится аромат. И у меня, мне спокойно этим мылом пользуется ребенок, у него тоже кожа рук не сохнет. Следующее, что закончилось, это гель для душа, который уже мой. Это Камэй. Гель для душа, который идет у нас черная орхидея и масло пачули. Вообще, я влюбилась в этот аромат, когда у меня был пробник. И когда я пришла в магазин и увидела то, что продается, да, на гель для душа, я его, конечно же, взяла. Он был такого сиренево-фиолетового цвета. Ну, вот такого вот он цвета был. Но могу сказать одно, то, что когда вы будете наносить его на мочалку, на губку для мытья себя, эта губка будет окрашиваться. И пена, которая будет на вас, она тоже будет окрашена, потому что там очень много достаточно красителя, мне кажется, в этом деле для душа. Очень хороший аромат, очень стойкий аромат, который присутствует в ванной комнате, присутствует на вас. Ваша кожа действительно пахнет гелем для душа Камэй. Я давно уже просто не встречала то, что Камэй настолько хорошо подошли в этот раз, вот в этой вот их серии, коллекции, я не знаю, как гели для душа, где действительно аромат вот этого гели для душа, он держится на вашем теле. Но мою кожу он сушил. Был у него такой вот минус, косичок, он сушил кожу, и потом я уже просто, у меня было желание принимать с ним в ванну, потому что реально это вот аромат парфюма был. И я просто с ним потом принимала в ванну и получала максимальное удовольствие, и хочу сказать то, что я себе купила уже новую упаковочку, и это теперь мой любимый просто, моя любимая пена для ванн. Могу смело порекомендовать, кто любит подобные ароматы, очень приятно пахнет. Следующее, что хочу показать, что закончилось, пена для, а нет, давайте я свой гель для душа еще покажу. Гель для душа у меня, получается, идет бразильский кофе, у меня где-то еще один, кстати, гель для душа, который вы не хотите. Куда-то делся, ладно. Бразильский кофе Жордин Дюмот от Ефраше, вообще долго о нем говорить не буду, это тоже моя старая любовь, могу сказать. Не то чтобы любовь, но этот аромат, который мне очень сильно нравится, я его люблю пользоваться не с утра в большей степени, а даже, скажу, вечером, потому что аромат кофе у меня не бодрит. Меня больше всего бодрит какие-то лаймовые, цитрусовые, которые так хоп ударяют, а аромат кофе для меня он больше всего обволакивающий, такой какой-то согревающий, где-то рядышком с запахом ванили. Очень сильно люблю, оттого, что он кремовый, гели для душа от Ефраше в большей степени они мне не сушат кожу. Следующее, не знаю, показывала ли я вам или нет, то, что у меня закончилось молочко с новогодней коллекции, это у нас идет миндаль и клюква, молочко для тела. Неплохо увлажняло, могу сказать, но, вот знаете, аромат, который мне полюбился с первого просто вздоха, и он также, вот я использовала полностью гель для душа мыла и вот это вот молочко, и все, любовь моя закончилась. Слава богу, то, что я, спасибо большой почте, то, что я не смогла выкупить посылку, я заказывала себе аромат с этой вот клюквой, просто мне поздно пришло уведомление из почты, вот и все, так бы я себе еще и купила этот аромат, которым я не пользовалась. Неплохой, могу сказать, неплохое молочко, в принципе, мне очень сильно нравится, хорошо впитывается, при нанесении на кожу оно превращается в такую водичку, которая очень быстро впитывается. Очень сильно нравится, аромат, который, с ним, история вот с этим вот гелем для, молочком для тела заключается в том, что, когда вы его наносите на тело, вы абсолютно дома можете не пользоваться парфюмом, вы будете вот в этом вот клюкве на миндальном аромате, в таком кисленьком, сладком, ягодном, если вы любите такие ароматы, вам, я думаю, приглянется. Мне, в принципе, понравилось, и единственное, что я подустала от этого аромата, ой, у меня еще один упаковка глины закончилась, так что еще одна моя любимая упаковка глины закончилась. Следующее, что у меня закончилось, так, это уже будет то, что закончилось у моего малыша, это пена для купания Johnson's Baby с лавандой. Так как Ифраше сейчас, у них нет вот этих вот моих любимых гелей для душа с лавандой, я взяла вот этот вот Johnson's Baby. Вообще, у меня гель для душа с лавандой, когда он был, мы им пользовались вообще всяко-разно. Когда был у нас этот гель для душа с лавандой от Ифраше, им пользовалась не только я, я могла еще сделать ванну для своего сына, и у меня ребенок спокойно купался с ароматом лаванды от Ифраше, и все было здорово, не было ничего такого, чтобы я могла прекратить. Взяла, так как я сейчас не могу встретить именно от Ифраше этот гель для душа, я взяла Johnson's Baby. По итогу могу сказать, что вот сколько бы я раз не пробовала продукцию Johnson's Baby, вот этот аромат мне понравился. Аромат, да, прикольный, здесь объем 300 мл, но вот эта вот склизкость по коже, вот это вот, знаете, вот реально, я ребенка купаю, в пену, естественно, немножко наливаю, чтобы была пена, вот этот вот аромат. А потом, когда я начинаю мыть ребенку, знаете, такой скользкий у меня, просто как вот, не знаю, даже как будто маслом намазанный, я потом пытаюсь это все с него смыть достаточно долго, и потом у меня кожа у ребенка начинает подсыхать, и у него зуд такой. Я не скажу, что у меня у сына атопичная кожа, просто она достаточно чувствительная, поэтому, ну не получается у меня сдружиться вот с Johnson's Baby и вообще, ну, нет. Следующее, что закончилось у моего сына, это аж три вещи. Первое, это шампунь, о котором я говорила в миллионный раз от Наша Мама, гипоаллергенный календула череда ромашкой пантенолом. В миллионный раз говорю о том, что мне очень сильно нравится эта серия, и сейчас обязательно, когда закончилось, надо будет повторить сыну, еще раз продублировать. Очень сильно люблю, хорошо работает на моем сыне, цена, качество, больше ничего от него и не нужно. Следующее, это у нас тоже Наша Мама, детский гель для купания, и он тоже идет с экстрактом череды календулы и пшеницы, с первых дней жизни. Тоже, также могу сказать, замечательный гель для купания, нет никакого высыпания, зуда, шелушения, чего-либо такого плохого. Очень хорошо работает на коже, очень сильно, и замечательно смывается с кожей, нет ничего противного, так скажем. И жидкое мыло антибактериальное покупала, покупала даже не то, чтобы для ребенка, покупала для всей семьи, очень сильно нравилось тоже. Кстати, не сушила кожей, и я иногда грешила тем, что я могла просто умыть лицо данным жидким мылом, и хочу сказать, что у меня ничего такого плохого не было, ничего. Единственное, что да, немножко подсыхала кожа, как бы такое ощущение стянутости было, но никаких других плохих каких-то ощущений от него не было. Тоже, в принципе, могу смело посоветовать. Следующее, что у меня закончилось, давайте я вам пакетики выброшу, покажу. Следующее у меня закончилось ватные диски от фирмы Лента, тоже в миллион раз говорю о том, что мне нравится цена-качество губка Мастер Блеск. В этот раз я попала в Просак, и эта губка нежная, мне совершенно не понравилась, в следующий раз буду умнее. Еще одна упаковка ватных дисков Лента. Следующее, что закончилось у меня, мула Камэ, кстати, из этой же серии идет Орхидея Масла Пачули. Но я просто влюблена в этот аромат, и сейчас у нас чуть-чуть осталось еще этого мула, я просто получаю удовольствие, что у меня в ванной комнате пахнет вот этим вот мыльцем. Могу тоже смело посоветовать мула Камэ, они очень сильно душистые. Следующее, что закончилось, это у меня Танетата. А давайте я вам покажу вот, что у меня закончился. Дезодорант Камэ полностью его израсходовала. Очень приятный цветочный аромат. И вот знаете, вот у меня парадокс в том, что если мне подарят, допустим, дезодорант Камэ, я им буду пользоваться. Но сама, когда я прихожу в магазин, моя рука к нему не тянется, а вот этот мне попадался, мадемуазель, он попадался мне в коробочке красоты. Мне очень сильно нравилось им пользоваться. Сказать то, чтобы он там максимально защищал вас от потовыделения, что у вас будут сухие подмышки, и все будет здорово. Ну, как бы знаете, вот на зимний период времени, когда не жарко, когда вы не находитесь в стрессовой ситуации, в принципе, да. Для дома очень мне понравилось. И я могу сказать то, что я экономила свой парфюм, такая вот я экономная хозяйка. Спокойно могла его наносить по назначению. И просто потом от меня пахла именно действительно вот этим вот цветочным ароматом. И неплохо он срабатывал, но на лето, конечно же, мне кажется, он справляться не будет. Но я не скажу, что я потею, простите, как конь. Но как-то все равно, мне кажется, вот дезодоранты вот такого рода от Камэ, они вот просто как ароматные такие. Даже не антипреспиранты, а именно как дезодоранты, которые просто делают приятный аромат в вашей коже. Следующее, что у меня закончилось, это я вам покажу два бальзамчика, которые у меня просто любимые. Большие от Белитовитекс, и это у нас идет бальзам-кондиционер Кошемер. А другой идет Реви Вор с маслом, норковым маслом, кокосовым лонолином. Они выглядят вот так абсолютно бюджетно и стоят в пределах 70 рублей каждый. Могу сказать только одно. Вот сейчас у меня белорусская косметика, я не знаю, может быть, от того, что сейчас идет какой-то ажиотаж на эту продукцию, абсолютно на декоративной косметике до ухода, вот эта вот парочка, они мне нравятся, но раньше я могла их просто, когда я помою волосы, к примеру, их нанести и буквально полторы минутки, и уже они здорово поработали на волосах. Сейчас для того, чтобы вот эти вот красавцы поработали, мне нужно походить с ними на волосах не меньше 15 минут, я вам скажу. Вот тогда действительно волосы будут такие прямые, они будут хорошо расчесываться, они будут такие блестящие. А если вот просто, как я раньше пользовалась, просто вообще не срабатывает, поэтому возьмите себе на заметку то, что для того, чтобы был максимальный эффект от этих вот, допустим, красавцев, нужно прям немножко с ними посидеть, и действительно, да, будет хороший эффект на волосах. Со стали я в их не разбиралась, в принципе, меня устраивает, как они работают. Ароматы у них на любителя, я не скажу, что я от них в восторге, но эти ароматы, они прям вот, вот это, кстати, пахнет, мне кажется, огурчиком. Какой-то такой, знаете, зеленью травой, да он, в принципе, и цветом травы. А вот эти ароматы, могу сказать, что он совершенно на любителя. Кому-то он может понравиться, кому-то нет. Ну, у меня с ним такое, знаете, как бы на аромат, не обращая внимания, просто им пользовалась. Так что, в принципе, тоже могу смело посоветовать белорусскую косметику. Следующая у меня закончилась, я не помню, показывала я вам ее или нет, что она у меня закончилась. Это маска от Планета Органи, которую я обязательно повторю. Это у нас маска на основе антрактического, арктического торфа и коалина глубокое очищение. Очень понравилось, как она проработала на моей коже, цена у нее тоже, в принципе, бюджетная. Могу смело посоветовать. Чего-то сверхъестественного она не сделает, но приведет кожу в более-менее хорошее состояние. Это да, то есть, какие-то прыщи что-то она не уберет, но вот действительно, немножечко черные точки она чуть-чуть очистит. Не знаю, мне понравилось. Следующее, что у меня закончилось, к сожалению, это Урьяж с SPF защитой, серия Хесиак с SPF защитой 30. Ссылку, конечно же, на подробный обзор я оставлю в инфобоксе. Переходите, смотрите. Могу только сказать одно, это моя любовь, которую я сейчас, к сожалению, никак не могу на рынке продаж найти. Следующее, что у меня закончилось, и я не поняла, это был у меня вот такой вот пробничек от Хесиак. Мне его давали в подарок за покупки. Что-то я не поняла, что это. Мне вот тут всего 3 мл, и я его не распробовала, поэтому сказать даже ничего о нем не могу. Следующее, что у меня закончилось, это маска, она все-таки у меня закончилась, могу сказать, с норковым маслом от Сибирского здоровья. И скоро я сниму видео, посвященное данной марке, только вот осталось собраться с мыслями и со временем. Могу только сказать одно, очень сильно понравилась мне эта маска. Я ее использовала полностью, я использовала ее как на лицо, так и на ручке, на зону декольте. Очень хорошо питает, увлажняет, выравнивает. Если у вас есть какие-то шелушинки, она все это сглаживает. Очень хорошо ее использовать вечером, для того, чтобы если вам утром надо сделать, допустим, у вас кожа очень сильно сохнет, ее можно нанести, и вот реально на следующий день кожа будет очень хорошо себя чувствовать. Не знаю, мне очень сильно понравилось, тоже могу смело порекомендовать. Следующее, что у меня закончилось, и это вот один из тех кремов, который просто улетел у меня прям, знаете, как горячий пирожок. Очень-очень быстро. Это Белоручка, крем для рук и ногтей, питательный. Ну, это больше, мне кажется, всего такой летний крем. Ну, правда, на зимнее время он для меня был маловат, продается он в Магнит Косметик, и изготавливается этот крем специально для магазинов Магнит Косметик. Так что, хотите попробовать, ищите этот крем так. Так, он хорошо впитывается, кожа рук, если у вас кожа рук не сильно пересушена, он, в принципе, вам подойдет. Потому что он питательный, да, он чуть-чуть жирненький, но для меня вот этой вот жирности крема, она была маловато. И еще один минус его в том, что когда вы его наносите на руки, он у вас остается такими перчаточками, пленкой, которая вам совершенно не мешает. Но когда вы будете мыть свои руки, вы почувствуете, как вы вот эту пленочку смываете с рук, поэтому как-то вот так вот. Ну, у меня такой, знаете, 50 на 50, мне не обязательно его летом повторю, потому что у него очень бюджетная цена. Следующее, что у меня закончилось, это сыворотка для роста волос, активная сыворотка от аптечки Агафьи. Да, аптечка Агафьи. Неплохое средство, которое я, в принципе, использовала, но сказать, что оно мне как-то увеличило рост волос, я это не заметила. Ну, такие витаминки, которые я поиспользовала, в принципе, неплохое средство, могу сказать, что, ну, неплохо оно. Плюс заключается в том, что оно волосы совершенно никак не окрашивает, стоит очень бюджетно. Мне кажется, даже это такое небольшое баловство, но может быть какая-то доля витаминов там есть, потому что, в принципе, состав очень даже неплохой. Закончилось еще масло у меня от Эколаб для восстановления ослабленных и стекущихся волос. Я просто его могу сказать то, что я его выпила, потому что я его купила, по-моему, перед Новым годом, либо после Нового года, ну, буквально конец декабря, начало января, сегодня апрель месяц, и 200 мл я их просто выпила и осталась в полном восторге. У меня сейчас еще одна бутылочка стоит, которую я уже начала пользоваться. Могу смело порекомендовать. Очень хорошее масло, которое замечательно работает на волосах, и потихонечку, постепенно волосы просто напитываются, они такими становятся более упругими, блестящими. Но сказать то, что оно убирает секущиеся кончики, конечно же, я этого не увидела, но неплохое масло, могу сказать, за свою стоимость, очень даже хорошее. И сейчас я вам покажу аромат, который закончился у моего супруга, это фирма Банана Републик, тут еще был такой хлястик из кожи, но у меня ребенок его благополучно выпросил для того, чтобы мы его дали. Я могу сказать только одно, то, что производство Америка и, девочки, этот аромат готовы нюхать постоянно, потому что он настолько мужской, он настолько классный, он настолько... Вот у меня, знаете, ассоциация вот этот вот аромат, еще табачный дым, как не смешно. И вот это все в целом, это мой просто афродизиак какой-то на мужчине, очень сильно нравится. Я своему супругу обязательно еще возьму такой аромат, потому что я просто утопала в нем, в этом аромате, и вообще мне очень сильно понравилось. Действительно, он мужской, нет в нем никакой слащавости, нет в нем какого-то сильной свежести, абсолютно все умеренное. И, ну, блин, мне очень сильно нравится. Классный аромат. Следующее, что еще у меня муж попробовал и очень долго, так скажем, плевался ядом. Для меня вообще косметика и, точнее, парфюмерия Кинзо, она какой-то, знаете, была всегда, это какой-то такой сегмент, который на повседневку. Я у меня в косметическом магазине, по-моему, в Римгоше, либо в Ритуаль, мне выдали вот такой вот пробничек. И я вообще мужу своему дала попробовать, он сильно ему не понравился. И он сказал, я как бы не хочу таким пользоваться, так что до свидания, вот. Я вот смотрю на себя, и что-то мне как-то совсем не нравится. И предпоследние продукты, какие у меня закончились, это было Volume de Chanel тушь от Chanel. Все мне нравится, я очень сильно люблю, в принципе, тушь Chanel. Они просто, это тушь, которая на каждый день, она просто подчеркнет ваши реснички. Единственный минус в том, что они очень быстро вот такие вот пробнички засыхают, но я осталась, в принципе, и от нее довольна. Очень хорошая щеточка, хорошо прокрашивала реснички, и реснички очень хорошо с нее выглядели. Следующее, я уже на 27 минут наболтала. Следующее, что у меня закончилось, я выбрасываю просто это мое разочарование. Это Pierre Rico, это карандаш, который, цвет которого мне очень сильно нравится, называется он Blue Night, получается Голубая ночь. Цвет, в принципе, неплохой, но если вы увидите, вот, меньше года, девочки, и он у меня просто весь крошится. Я его просто поточить не могу, он у меня весь крошится, крошится, поэтому какой-то неудачный, и я его выбрасываю. В принципе, стойко выглядел на ресничном крае, мне очень нравилось делать с ним небольшую такую подводочку, промеж ресничек я просто подводила. В принципе, нравилось, но, к сожалению, с ним произошел такой курьез, и я сейчас его просто выбрасываю. И последнее, что я выбрасываю, точнее, да, так скажем, конечный продукт, который я хочу вам показать, это моя любимая тушь от Givenchy, такой вот огромный бочоночек. Это у нас идет Extreme Black, водостойкая тушь, которую я покупала в прошлом году. Она у меня подсохла, и вот этот чудный шарик, он уже не работает так, как нужно, и, в принципе, у нее срок годности вообще всего 6 месяцев. После вскрытия я ей больше 6 месяцев пропользовалась, и смело могу вам рекомендовать. Тушь, которая замечательно разделяет реснички, она действительно каждую ресничку обволакивает, и если ваши ресницы от природы длинные и завиваются, вот эта тушь вам очень сильно будет помогать в том, чтобы каждая ресничка, она становилась индивидуально красивой, это просто она делает очень классные ресницы. Мне нравилось ей работать, щеточки я приноровилась, и хочу сейчас себе взять подобную тушь обязательно. Очень-очень понравилась, она не осыпается, она не щиплет глаза, она, в принципе, ну, у меня любая тушь, она отпечатывается навеки, поэтому для меня это не критично. Мне, в принципе, понравилась, как она работает, выдерживала купание, хорошая тушь, так что могу смело порекомендовать. Ну вот, девочки, огромное просто получилось видео, надеюсь, вы это досмотрели видео до конца. Если, конечно, да, поддержите меня пальчиком вверх, если вам было со мной интересно и полезно, подписывайтесь. Я всегда рада новым друзьям и новым подписчикам. Берегите себя и своих близких, я вас всех люблю, целую. С вами была ваша Ира, увидимся в скором будущем и в новых видео. Все, и всем пока-пока.